Кошечку, с которой случилась эта история, зовут Мурзилка. Долгое время она жила в подвале одного из домов, люди периодически ее видели. Малышка была слишком слабой, чтобы даже вылезти наружу. Однако постепенно она проголодалась, чтобы приложить больше усилий и выползти к месту, где небезразличная женщина из местных жителей регулярно кормила бездомных котов, которые приходили из соседних домов, чтобы взять еды. Обычно женщина приходила в сумерках, чтобы не смущать своими действиями других жильцов дома. Кошки не задерживались возле нее надолго, забирали еду и убегали подальше с мороза. Мурзилка была не исключением, женщина даже не могла увидеть, как она выглядит. Кошечка выходила лишь за едой и очень быстро убегала обратно в подвал, не позволяя к себе приблизиться. Однажды женщина обратила свое внимание на малышку, которая не брала еду, хоть и просила ее вместе с остальными местными животными. Именно в этот момент ее удалось нормально рассмотреть. Мурзилка выглядела ужасно, было очевидно, что она нуждается в срочной помощи от людей. Сложно было поверить, что кошечка умудрялась выживать, будучи в таком тяжелом состоянии. Некоторые ее болезни были совершенно несовместимы с жизнью. Нельзя было даже предположить, как давно она ходит по улице вот так. Не исключено, что больше недели, а это огромный срок. На вид Мурзилки было не больше полутора месяцев, однако оказалось, что ее возраст примерно три месяца. Просто из-за своего образа жизни кошка отстала в росте от нормальных котят-ровесников. Кошечку отвезли к ветеринару, который проделал все нужные манипуляции, чтобы ей помочь, а еще поместил ее на сохранение в камеру с кислородом, пытаясь улучшить общее состояние животного. Так Мурзилка начала стремительно поправляться, очень быстро придя в себя. Уже через очень короткое время она начала ходить по маленькой камере и стучать лапками по стеклу, требуя еды и внимания от проходивших мимо людей. Мурзилка пробыла в клинике всего несколько дней, после чего ее отправили во временный дом к добрым людям, согласившимся взять ее на передержку. Она нуждалась в специальном уходе, ввиду своих проблем со здоровьем, и люди были готовы сделать все, чтобы улучшить состояние этой кошечки. Например, Мурзилка до сих пор не способна контролировать поход в туалет. Но постепенно ситуация становится все лучше и лучше, благодаря помощи врачей и других небезразличных людей. Мурзилки вылечили чесотку, и она сразу стала выглядеть намного лучше, оказавшись настоящей красавицей. Очень скоро она начала отказываться сидеть в клетке, требуя больше свободы для себя. Малышка совсем засиделась в маленьком замкнутом пространстве, это было неприятно и непривычно для нее. Сейчас Мурзилка находится в процессе выздоровления, несмотря на то, что ее состояние уже сильно улучшилось. Как только она окончательно поправится, ей начнут искать настоящих хозяев и постоянный дом. Это очень сильная кошка, которая способна преодолеть любые испытания.